Но кто бы мог подумать, что такая красота может получиться из совершенно обычных материалов. Можно сказать, даже подручных. И как такие простые вещи могут радовать глаз и поднимать настроение. А это в полной темноте. Но не красота. Вот такое вот дерево счастья, хотела сказать, у меня получилось. Итак, для нашего светящегося дерева, для дерева счастья, нам понадобится проволока толщиной 1 или 1,2 мм. У меня оцинкованная проволока. Размер я проволок написала выше. Я взяла 9 длинных проволочек, основ, так сказать, и 18 коротких проволочек. Почему именно 9, я в конце вам расскажу. И теперь к основе нашей длинной проволочки прикрепляю короткие проволоки. Одну 30 см, а вторую проволочку 40 см. Вот таким вот образом. Так проделываю со всеми 9 проволочками. Это наши веточки, наша основа будущего дерева. Вот так поближе я вам покажу, как обыкновенно я прикручиваю проволочки. Тут абсолютно творческий процесс. Прикреплять вы можете в любом направлении, как вам будет нравиться направление самих ветвей. В любом случае проволочка хорошо гнется, и можно в любой момент поправить, где-то что-то изменить, уже в процессе создания нашего дерева. Далее каждую нашу проволочку, уже, так сказать, будущую веточку, необходимо обмотать малярным скотчем. Берите малярный скотч, хорошего качества, чтобы в процессе он не разматывался. Вот такие вот у нас получились веточки. Они достаточно плотные, но с небольшим усилием можно придавать им нужную форму и направлять веточки в стороны. Далее переходим к окрашиванию. У меня осталась вот такая вот акриловая краска с прошлых работ. Но вы можете взять обычную белую акриловую краску и колеровать ее в нужный вам цвет. Что такое колеровать? Это значит добавить в белый цвет концентрированный пигмент, который называется колер, и получить нужный вам оттенок. Краски нам в этом случае понадобится совершенно немного, буквально столовая ложка. Для нанесения краски я взяла поролончик. Им очень удобно наносить краску, гораздо быстрее, чем кистью. После окрашивания веточки необходимо положить для высыхания. Так как акриловая краска очень быстро сохнет, будет достаточно несколько минут, буквально минут 10-15. И пока я окрашиваю последнюю веточку, первая ветка у меня уже полностью высохла. И сколько краски у меня осталось. Расход получился даже меньше, чем столовая ложка. Далее я беру уже полностью высохшие наши ветки. Они прекрасно гнутся, даже после краски. И буду их покрывать лаком. У меня такой полиуретановый лак для паркета. Гораздо лучше использовать в этом случае, конечно, акриловый. Ну и такой тоже подойдет. Просто он будет сохнуть чуть-чуть дольше, чем акриловый. Лака я беру тоже чуть-чуть. Ну, в самом прямом смысле столовую ложку. И буду декорировать такими пигментами. У меня есть, конечно же, в баночке готовый золотой пигмент. Акриловый. Уже продается готовый. В декоративных магазинах покупала. Но я буду использовать сухие пигменты. Вот бронзовый. Мне сюда как раз больше всего подойдет. Перламутровый бронзовый пигмент я буду добавлять прямо в лак. И тщательно необходимо перемешать. Посмотрите, насколько он красивый. Перламутровый, золотой, темное золото, бронза. И все хорошенечко перемешиваем. Все быстро перемешивается. Очень удобно работать. И посмотрите, какой цвет у меня получается. Довольно-таки плотный и насыщенный. Ну, а теперь наносим наш лак с перламутровым бронзовым пигментом на наши веточки. Краска акриловая полностью высохла. И мы спокойно наносим наш лак. Я взяла кистью, но поролончиком было бы гораздо быстрее и удобнее. Посмотрите, какой шикарный цвет и блеск получается. Сверху я уже окрасила. Окрасила лаком, а внизу, возле моей руки, тут не окрашено еще. Какой блеск золота. Золото, бронза. Бронзовые оттенки очень благородные получаются цвета. И таким образом, не спеша, наслаждаясь творческим процессом, мы будем окрашивать все наши веточки. Так как в этом случае у меня полиуретановый лак, он будет сохнуть часа 4. Акриловый был лак, высох за час. Я веточки разложила специально, чтобы они не касались друг друга. Ну, а тем временем, пока наши веточки высыхают, я вам покажу мой творческий процесс, чем я занимаюсь. Помимо реставрации мебели и создания декоров, я пишу картины, занимаюсь живописью. Все картины написаны маслом на холсте. Это очень маленькая часть тех картин, которые вообще можно посмотреть у меня в наличии. Многие мои картины находятся уже в частных коллекциях, а некоторые удостоились великой чести быть представленными в галереях. Все мои работы можно посмотреть в социальных сетях, в Facebook, Instagram и даже TikTok. Друзья, заходите, подписывайтесь на мои социальные сети. Буду всем рада, с удовольствием отвечу на все интересующие вопросы, касающиеся живописи и картин. Тем временем, наши веточки уже полностью высохли, и теперь их необходимо сложить в виде красивого дерева. Сперва я буду выкладывать самые длинные веточки, потом все короче и короче, формируя крону дерева красивую. И все остальные веточки уже выкладываю так, как мне больше понравится. Чтобы зафиксировать наши веточки, и они никуда не убежали, я буду использовать малярный скотч. Таким образом, я закрепляю наши ветки и формирую ствол дерева. Малярным скотчем я заматываю веточки очень туго, чтобы они хорошо фиксировались и не болтались. Малярным скотчем я закреплюхим веточки очень совсем сильно. Но все накрепили воздухую который не замечается. П maybe, хуже, этот ш attendunuz веточке будет выделен веточку breakout stehen и качественные качества opportunities. Чтобы для hơn все остальные собачки сделать пор П naufьем, șателла жорминику, что вы получите азasyн��, какую которым он готовы ломания войны создав веточником. Я активно занühren к этому тему апп�одену, с ним Gianблистüm мой стволом. Так вы предупрежитрь рuana, наши т stains, для основы я взяла старую лампу это была старенькая бра плафон уже мы куда-то использовали ну а эту часть я могу прекрасно применить для основы нашего дерева патрон это крепление нам здесь не нужно я его хочу выкрутить удалить все ненужные провода в общем очистить нашу будущую подножку для нашего дерева вот такая вот прекрасная основа даже еще крутится у нас получилось дальше все нижние проволочки нижнюю часть нашего дерева так сказать корни я распределила в разные стороны в виде веера и буду закреплять к нашей основе крепить я их буду просто обворачивая каждую проволочку вокруг основы по порядку каждую проволочку оборачиваю и поднимаю кончик проволоки вверх заходя как бы на ствол дерева вот таким вот образом кончики проволоки поднимаются на ствол дерева и там я их фиксирую вот так вот вот так вот острые концы проволоки нужно прижать плоскогубцами и опять же обернуть малярным скотчем малярным скотчем я также буду оборачивать основу так как там крепился плафон вам видно и остался некрасивое место я хочу его закрыть малярным скотчем чтобы не было видно тех отверстий по-разному можно декорировать ствол дерева но я в нашем данном случае буду использовать широкий шнур это декоративный шнур и я его хочу приклеить силиконом горячим пистолетом и конечно же любой мой творческий процесс не обходится без моих помощников феликс пришел мне помогать и контролировать ход работы одну секундочку я сейчас схожу за клеевым пистолетом вас пока развлечет феликс феликс ты с поставленной задачей справился и так я буду сейчас горячим пистолетом наносить клей и приклеивать быстренько шнур таким образом я сформирую красивую как бы ствол дико декорирую и заполню все пустые места и у нас получится интересная такая фактура как бы ствол переходит в корне ну в общем настоящее дерево вообще для декорации ствола дерева придание ей к фактуры коры идей очень много я например использую сейчас шнур можно использовать мягкую глину или холодный фарфор кстати рецепты таких масс у меня тоже на канале есть масса из холодного фарфора или есть рецепт массы из гипса но я в данном случае использую шнур предела фантазии конечно же нет и так я шнур оборачиваю вокруг ствола в разных направлениях закрепляя их клеевым пистолетом хорошо его фиксируя и даю ему остыть основание нашего крепления я обязательно оберну пленкой пищевой чтобы его не запачкать при окрашивании для окрашивания я также использую акриловую краску которая использовала в первый раз это остаток у меня остался и я сейчас ее использую и закрашу все места которые требуют закрашивания и кстати поролончиком гораздо удобнее наносить сейчас краску чем кистью поролончик тщательно пропитывает все места проникает во все углубления и хорошо прокрашивает неровные поверхности и также поролончик прекрасно убирает лишние наплывы красок убирает потеки и поролончик сокращает время окрашивания предметов вот такая вот у нас получилась красота даем полностью высохнуть наши краски акриловые и будем наносить лак лак наносим таким же способом как и первый раз я беру буквально столовую ложку моего лака не забывайте материалы перемешивать краски лайки и добавляю перламутровый бронзовый пигмент беру специально самый темный пигмент потому что на темном фоне вот такой вот у меня бронзовый пигмент потому что на темном фоне гораздо эффектнее смотрится потом весь основной декор и кстати вы наверное будете спрашивать где приобретала материалы акриловые краски и лак я приобретала в обычном строительном магазине а пигменты я приобретала в художественном магазине таких перламутровых пигментов очень много в интернете и можно их приобрести на творческих сайтах для художников для декораторов они бывают жидкими они бывают сухими в разных случаях необходимы разные пигменты вот так вот я наношу лак и опять же даю ему высохнуть полностью и для тщательного прокрашивания лак я тоже наношу губкой просто поролончиком не захотелось добавить более светлого золота и пока мой лак не высох я успею нанести мой мой светлый пигмент светлое золото и он хорошо прилипнет к моему лаку в моем случае это будет необходимо для выравнивания цвета так как подножье основа у меня более светлая золотая то хотелось бы немножечко осветлить и основание нашего дерева чтобы не было резкого контраста между основанием золотым и бронзовым самым самим деревом сейчас я добавлю светлое золото пигмент прямо поверх наношу легкими движениями и кое-где буду растирать он хорошо соединиться с лаком и будет прочно держаться и сейчас я сниму пленочку защитную и я вам покажу как замечательно и прекрасно совпал цвет а основание самим нашим деревом посмотрите как идеально попала в цвет прямо одна литая конструкция получилась а выключатель сбоку я специально сохранила он мне просто нравится и теперь самый ответственный момент мы будем декорировать наше дерево гирляндой обычной ниточной гирляндой вот такая вот у меня гирлянда она состоит из десяти ниток вот почему у меня 9 веток я возьму 9 ниток обернуем наши 9 веточек 1 вот такая вот гирлянда включается голубой свет одна десятая нитка будет у меня для для ствола дерева вот получается 10 ниток и именно под эту гирлянду 10 ниточную я сделала 9 веточек плюс 9 это счастливое число каждую ниточку гирлянда я начинаю оплетать с самого низа и поднимаю вверх заходя на ветки каждую веточку я оборачиваю гирляндой по ходу туда и обратно не забывая закреплять на кончике чтобы наша гирлянда не соскочила все достаточно плотно фиксируйте заматывайте но аккуратно чтобы не порвать саму гирлянду у меня гирлянда на батарейках поэтому сам блок батарейки хорошо спрятать можно под основание нашего дерева он как раз туда хорошо помещается ну и в итоге долгожданный процесс что же у нас получилось вот такая вот красота у нас получилось я выключила свет тут только немного света от телефона моего который я снимаю и вот посмотрите какая красота у нас получилось гирлянда с голубым конечно светом он не меняется не мигает что принципе тоже хорошо я не люблю мигающие гирлянды а так вот спокойный расслабляющий свет мне очень очень нравится как вам напишите пожалуйста в комментариях как вам моя работа как вам задумка вот такие вот голубые огонечки очень спокойно романтично можно сказать даже так выглядит ведь гирлянду можно использовать не только для новогодних праздников но и для своего настроения а это я перенесла свое дерево счастья в коридор где и задумывала чтобы она стояла вот так вот она выглядит при небольшом освещении очень хорошо украшает и заполняет угол у меня на комоде здесь какая-то образовалась пустота поэтому она прекрасно этот угол украшает ну и плюс вечерняя подсветка а так вот выглядит наше дерево счастье в полной темноте спасибо вам что были со мной что посмотрели мое видео спасибо всем за сердечки за теплые слова и комментарии подписывайтесь на моем канале бертусевна вы много найдете интересных творческих идей и вдохновляющих видео а я всем желаю мира добра и воплощение творческих задумок